Настоящие африканские ритмы, зажигательное настроение и море эмоций. Так выглядит восхождение на высочайшую точку Африки, спящий вулкан Килиманджара. Чтобы покорить его и спуститься обратно, Хавашу Газгирееву вместе с его командой потребовалось две недели. Постоянно шел дождь, мы ели, спали, все это было подождем. Было постоянно холодно и были определенные преодоления. На Килиманджаро несколько путей для восхождения. Это короткие пути, кока-кола назывался из-за его простоты. То есть ты в течение четырех дней можешь подняться на вершину. Но дело в том, что из-за того, что путь короткий и быстрый, не каждый организм может выдержать. И порядка доходит до вершины, только 60% из всех. Наш путь, он был сложнее физически, но дольше и дольше по времени. Но количество, так скажем, добравшихся до вершины порядка 90%. Но дело в том, что ты каждый день по этапу на какую-то высоту преодолеваешь. И организм привыкает к кислороду, отсутствию кислорода. Что самое интересное, Хаваш Газгиреев не альпинист. Впервые в прошлом году ему вместе с друзьями удалось покорить Эльбрус. Затем установить свой личный рекорд, приплыв пролив Босфор. Если мы на Эльбрус шли командой, и на Акелемаджаро шли командой, на заплыв через Босфор получилось так, что я остался один на финише. Уже перед соревнованиями этим непосредственно. То есть нас было сначала 5-6 человек, затем после Нового года осталось 3. И уже в мае месяце последние 2 человека сказали, что они смогут переплыть по определенным каким-то рабочим или семейным причинам. Остался один, да? Да, да, остался один. И так получилось, что 22 июля, по-моему, был заплыв. И я один полетел. Получилось его переплыть. Подняться на Акелемаджаро из 30 человек отважились только 10. Это восхождение позволило обрести новых друзей со всего земного шара. Самое крутое, что произошло, это те ребята, с которыми я поднимался на эту гору. У нас было 10 человек. Все абсолютно разношерстные, все разные, но при этом все образованные, умные, лидеры. И все участвуют в бизнесе и каким-то образом с пользой тратят свое время и проводят свою жизнь. В том числе из этих 10 человек были два парня. Это Хаваш и Тамерлан. Хаваш из республики Ингушетия и Тамерлан из республики Дагестан. Эти ребята, конечно, были заводилы в нашей компании. Очень мощно физически подготовлены. Хавашу Газгирееву удалось не просто подняться на Акелеманджаро, но и развернуть на вершине вулкана главный символ родного края – ингушский флаг. Да, что у нас получилось. В первую очередь получилось подняться. В вторую очередь получилось подняться всем. В третью очередь, что просто это достаточно долгий процесс. Нельзя сказать, что мы вчера это придумали, и сегодня залезть на горы, сделать восхождение очень тяжело. Определенная физическая подготовка, моральная, психологическая. Там очень много факторов. Конечно, да, была гордость. И я очень рад был, что я все-таки взял флаг, и мне посчастливилось его там поднять. 30-летний парень только открывает для себя новые вершины, малоизведанные земли. Для него это живые эмоции, настоящий адреналин. Какая цель у экстремала на будущее, пока не ясно. Но, возможно, уже совсем скоро, после очередного захватывающего путешествия, мы услышим его имя снова. Зелимхан Калоев, Марьбек Мержоев, Новости 24.